Я приветствую всех, кто сейчас меня смотрит и слушает. Дорогие друзья, давайте поговорим еще о некоторых событиях прошедшей недели, о которых мы с вами в прошлый раз не успели поговорить. И, конечно, самая главная моя личная задача, это не просто их осветить, не просто так прокомментировать их, а еще писать их с точки зрения астрологического подхода. То есть, что они нам сулят? Может быть, действительно какое-то мелкое событие, которое может вызвать очень серьезные последствия. Вот это как раз для астролога, особенно авистийской системы, а я ее реконструировал и развиваю уже в течение более чем 45 лет, очень большое значение имеет. Итак, в прошлый раз мы с вами очень о многом поговорили. Большое спасибо, дорогие друзья, благодарю за то, что пишете огромное количество комментариев и вопросы задаете. Конечно, мы на них ответим, я на них отвечу. Ну, конечно, на некоторые, может быть, вот как раз сегодня, а потом накопилось еще большое количество других вопросов, о которых я вот в ближайшее время собираюсь на них ответить. Очень многие были как раз вопросы о землетрясении, которое только что прошло. Несколько землетрясений, которые случились в Турции, и вот с самолезными. Я тоже очень сильно очень самолезную тем, кто там погиб и в Турции, и в Сирии. Это все-таки ужасные стихийные бедствия. Дай бог, чтобы вот были приняты соответствующие меры, в том числе и меры безопасности, чтобы вот землетрясение можно было бы не только предвидеть, но и заранее принимать меры, чтобы минимизировать их последствия. Увы, к сожалению, больше мы пока не способны. Итак, о событиях, которые вот сейчас произошли, и что они нам могут дать. Все остальное я вам уже рассказывал. Ментализация нашей жизни из-за Марса. Последние дни вот он был в разрушительном градусе Близнецов, и будет продолжать свое влияние, незримое, конечно, влияние до 21 марта нынешнего года. Потом все сменится, и управитель нынешнего года, это все-таки по древней персидской традиции будет Солнце. Ну, это вот не соответствует тому, что современные астрологи, особенно западные астрологи, утверждают. Ну и так далее. Сейчас Солнце находится в так называемом русском поле. То есть для России, для нашей страны это очень важное время, и будет оно продолжаться еще до 13 февраля. Я это понятие русское поле в свое время разработал, и пока там находятся планеты в этом русском поле для нашей Родины, для России, это все-таки вызывает достаточно важные события, хотя не все о них узнают в то самое время, когда они происходят, может быть, только закладка долгоиграющих каких-то проектов. Ну, а что касается событий, то они следующие были. Несколько взрывов бытового газа прогремело как раз в нашей стране, в нескольких городах. Вот город Ефрема в Тульской области, 7 февраля было 23-го года, в одном подъезде несколько погибших есть, и город, он связан со знаком Тельца. Более точной даты, к сожалению, нету, а следующий взрыв буквально через два дня прогремел тоже в подъезде дома, разрушился целый подъезд в Новосибирске. И вот это было действительно очень интересно, там был еще и пожар, пятиэтажный дом, это очень известная история. Вот что это могло вызвать, и какие будут последствия, на мой взгляд. Ну, конечно, естественно, что это халатность и преступления за это должны ответить, это понятно вполне. Ну, а какие-то были на небе констелляции, которые могли на это указывать. С газом связан Нептун, вот Луна-Нептун, я очень часто обращал внимание, такие вот констелляции связаны Луна, Нептун, Марс, и вот как раз оппозиция Луна с Нептуном наблюдалась как раз 9 февраля 23-го года. Если на гороскоп Новосибирска вы можете посмотреть, то там действительно можно увидеть и Уран, и Луну в противостоянии с Нептун. В общем, многие констелляции, я не обо всем буду говорить, которые как раз очень часто связаны с взрывами, пожарами и тому подобными бедствиями, очень часто как раз имеющими рукотворное происхождение, что мы видим и сейчас. Ну, когда это может повториться, давайте посмотрим. Подобным родом констелляции могут повториться первые, ну, не только в Новосибирске, естественно, и не только в городе Ефремове Тольской области, думаю, что там уже ничего не будет, а в других городах нашей страны, потому что я еще связываю с гороскопом Российской Федерации, вот такие даты. Это 28 февраля, а также с 14 по 18 марта, возможно, это будет также 21-22 марта, ну, в общем-то, в день наврузы или весеннего рододенствия, как раз космический Новый год, когда наступит 3-4 апреля, также еще в апреле 10-11 числа, и, конечно, в ночь на 1 мая, это та самая Вальпургиева ночь, связанная с колдовством и с древним еще и кельтским праздником, ну, в общем, это как раз на ближайшее время самые урожайные по части стихийных бедствий, аварий, пожаров и, в общем-то, во многом даже связанных с бытовым газом, либо с электричеством, вот такие даты. Так что будем на этим наблюдать, и дай бог, чтобы вот эти слова были не только богу лучше, это понятно, еще и послужили информацией к размышлению для тех, кто должен по своему положению служебному принимать какие-то меры безопасности. Ну, вот это, в общем-то, события прошедшей недели, кстати, все они случились еще и в ауру средних точек, поэтому все, что может произойти в результате этих вот событий, могут иметь совершенно непредсказуемое выражение, то есть, скажем, может дом находиться не в аварийном положении, а в самом что-нибудь есть прекрасном, только что выстроенный дом, и там все это может произойти. Мое предположение такое, так что принимать меры безопасности надо не только в тех местах, скажем, где и так понятно, что все это может произойти, а там, в том числе, где это, на первый взгляд, является маловероятным. Числа, являющиеся критическими, я вам уже определил. Теперь следующее, о чем мы, дорогие друзья, можем с вами поговорить, это о юбилейных датах, очень интересных юбилейных датах, которые сейчас наступают или уже произошли, и из этих юбилейных дат я всегда говорю о тех знаковых персонажах, которые очень сильно повлияли на ход мировой истории, на нашу российскую историю, ближайшему зарубежья, потому что я не разделяю, чтобы там не говорили, Украину и Россию, это разные страны, это разные народы, но все-таки с близкой судьбой, как бы и чтобы об этом сейчас кто-то не говорил. Но, тем не менее, все равно это корень у них и происхождение единое. Так вот, юбилей, про который мне хотелось бы вам рассказать, это 150-летие с дня рождения одного из самых знаковых персонажей уже российской истории, российской культуры, это Федор Иванович Шаляпин, он родился 13 февраля 1873 года. Его, конечно, представлять было бы совершенно, ну, просто невозможно, потому что его фамилия сама за себя говорит. Фамилия, не фамилия, это имя, это, конечно, геяльный певец, бас, это актер, конечно, это харизматичная личность, это, ну, один из брендов, ну, просто российской цивилизации. И родился он тогда 13 февраля как раз в так называемое русское поле. Солнце у него было вот в этом самом русском поле, в 25-м градусе зодиакального знака водолей. Про него, конечно, очень многое можно говорить, и о его необычности, и о том, что он из крестьянской семьи добился такого великого взлета, это правда. И он обладал уникальными, такими вот, был самыми данными. Ну, кстати, если вот говорить о его жизни, то мало кто знает, и об этом не очень многое говорят, что на самом деле поступал-то он в 15 лет, пытался быть певцом в одном, в хоре. А взяли не его, а взяли будущего, тоже известнейшего человека в нашей российской цивилизации, это Максима Горького, которого потом оттуда выгнали, а Шарапин стал как раз великим певцом. Это в начале его, так сказать, творческой биографии. Потом он, так сказать, возвысился, кстати, благодаря знаменитому леценату и бизнесмену Саму Ивановичу Мамонтову, который взял его в свой театр, и это известные факты из биографии. А потом он там продвинулся, стал очень известным, Мамонтову с ним занимался, сам он тоже, сам Мамонтову занимался этими вокалами, и, по сути, Шарапин был его, по сути, креатурой, он был его созданием. Ну, что интересно, будучи человеком очень ярким, очень знаковым и таким вот харизматичным, Шарапин был, на самом деле, очень двойственным человеком. Это характерно для водолеев, очень характерно для водолеев. И потом, когда уже Мамонтов попал в тюрьму по ложному обвинению, известные факты из биографии, Шарапин никак не принимал участия, не помог ему и собирал деньги. Вообще, надо сказать, что в Шарапине Федор Ивановичу у него жевались два человека. Один, широкая натура, в способности даже вот одаривать своих поклонниц, у него было огромное их количество, и яркий блеск, пиар-компании, которых он не брезговал для того, чтобы добиться успеха. А с другой стороны, он был мелочно жадным, говорили. Очень мало давал благотворительных концертов. И вот Вуни на нем вспоминает, что у него одна из любимых фраз его была «бесплатно только птички поют». Только птички поют бесплатно. Ну, этим он, в общем-то, предраслетел многие тренды современности, к сожалению, к большому. Ну, и многие другие черты его характера, они не вызывали, и сейчас могут не вызвать такого позитивного чувства у многих людей. Хотя, тем не менее, как я уже многократно говорил, в каждом человеке, и очень ярком в том числе, и харизматичным, и талантливым, уживаются две натуры часто. Поэтому даже если он будет, ну, действительно во многом великим, то у него есть недостатки. Но я еще раз говорю, Ани Баналей, тоже великий русский историк, философ Ключевский, говорил о том, что достойный человек, как не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства. Вот у Шаляпина было и очень много, и на концерты его и во время опер собиралось огромное количество людей, он был очень талантливым человеком. И в том числе и кроме того, что он был великим певцом, он еще и художником был, и скульптором был, и дружил со многими людьми, со известными людьми того времени. И слава потрясающая. Вот он, Водолей типичный. И если посмотреть его гороскоп, вы можете его посмотреть. И в нем, в этом гороскопе сочетание Водолея, вот типичного Водолея, независимого человека, очень такого яркого, нестандартным таким вот взглядами на жизнь. И сочетание еще со Львом. У него во Льве большое скопление планеты. То есть самопиар великолепный. Актерские способности и харизма совершенно замечательные. То есть он король сцены был. И даже снимался в кино неоднократно. И при этом был человеком вспыльчивым, очень ярким. Желал всегда быть первым. Это знакомо у него было. Влюблялся, кстати, двоеженством отличался. С одной женой он не развелся. Итальянка и балерина Илона Итарнаги. Потом со второй жил одновременно на две семьи. В общем, так характерно это, к сожалению, для человека, рожденного под знаком Водолея. И вот я уже про Брехта в свое время говорил. И вот такой же был, в общем-то, и Шаляпин. С большими и достоинствами, и с недостатками. И с мистикой в жизни. У него же еще известные факты зообиографии. Рядом с Курганом он увидел призрак какой-то женщины с ним. Даже вот, которая взяла его за руку. Это известный факт из биографии его. И у него еще был портрет, нарисованный художником Александром Якулевым. Который обладал какими-то мистическими свойствами. Как он говорил, он хотел очень сильно его выкупить. Оставил его в России. Но не сумел это сделать. И в день его смерти, говорят, на портрете образовались трещины. То есть вот какие-то странные у него все время. Вокруг него какие-то странные слухи, сплетни. Может быть, это правда, может, это неправда. Неизвестно до сих пор. Но, тем не менее, вот натура у него и широкая очень. Давал бунтоварительный концерт. И очень часто был таким вот, ну, по сути, даже скупердяемый жлобом. Вот то и другое в нем было. И умер он уже в эмиграции. Уехав оттуда сначала. Первый, кстати, народный артист нашей страны, республики. А потом его лишили этого звания. После того, как он уехал, давал бунтоварительные концерты для детей и эмигрантов. Офицеров-эмигрантов. Вот, собственно говоря, биография очень интересная. Я, таким образом, вот к его имени немножко причастен. А причастен вот как. В свое время перевоз праха Шаляпина на родину, он абсолютно был уверен, что он должен покоиться на родине, из Франции в Москву, был осуществлен при помощи и при посредстве нашего знаменитого писателя Юлиана Семенова, с которым я был очень хорошо знаком. И вот как раз, когда он запланировал эту акцию на 12 июня, я сейчас очень хорошо помню, 1984 года, я как раз ему сказал тогда, вот было описано, его дочерь помнит у Юлиана Семенова, что это вряд ли состоится по некоторым причинам, что тут будет обстоятельство сильнее его. Так оно потом и получилось. Но после этого, кстати, все это было переигранно, и до сих пор сейчас вот Шаляпин, его прах походится на родине. Вот такая была интереснейшая личность. И еще мне хотелось бы совсем немножко сказать о его посмертной маске. Можно посмотреть сейчас на экране. Слепок его, этой посмертной маски, в моей коллекции находится. И в нем можно как раз вот найти, смотрите, вот большие глаза, нос с выраженными ноздрями, это страстная натура. Но, к сожалению, это очень контрастирует с линиями его рта. Поджатый рот, который свидетельствует о такой жадности, скупости и мелочности. Вот даже в его облике, в его лице запечатленной посмертной маской, а там посмертная маска всегда определяет истинную сущность человека, вот эта вот двойственность человека отражена, что очень характерно людям, рожденным под знаком водолея, коим и был как раз Федор Иванович Шаляпин. Тем не менее, мы его вспоминаем всегда очень добрым, хорошим словом. Он действительно великий был человек, хотя, конечно, у любого, даже самого великого человека, бывают недостатки. Это первая дата, на которую мне хотелось обратить внимание. И второй еще юбилей, человека, которого сейчас практически никто не вспоминает. И мне хотелось его вспомнить только благодаря одному из пророчеств, которое было с этим человеком связано. Точнее, не с ним лично, а с его жизнью. Кто это был? Это был девятый президент Соединенных Штатов Америки Уильям Харрисон, или Гаррисон, как его сейчас у нас называют. Ему исполняется 250 лет со дня рождения. Он родился 9 февраля. Тоже, кстати, в русском поле. Хотя, конечно, к России он не имел никакого отношения. Он был, естественно, американцем, из такой достаточно серьезной американской семьи. Папа его подписывал Декларацию Независимости. Он такой был, в общем, непростой человек, видимо, еще и, хотя об этом не отмечено в ее биографии, но, наверное, все-таки еще и реализовался через масонские ложи. Боевой генерал он был, отбил жену ее родителей, увез ее, обвенчался. Действительно, был способен на такие вот активные, серьезные поступки. И потом очень активно сражался с индейцами в штате Охайо и победил в одном из сражений одного вождя индейских племен Текумсе. Очень знаковая была история в 1812-13 году Текумсе погиб. А после этого Даррисом через долгие годы стал президентом Соединенных Штатов Америки. И интересно, что он на тот момент был самым старым из президентов. Ну, разумеется, ну, был 68 лет. А вот потом уже только, вот сейчас, в 20 веке, уже был Рейган, которым был 70, Трамп, а уж про Байдена, извините, которому в прошлом году исполнилось 80, он побил все рекорды. После этого говорят, что у нас в Советском Союзе была геронтократия, то есть власть стариков. Куда там Брежневу? Даже Суслов и то не дожил до 80-летнего возраста. А все остальные были по 60, молодые просто мальчики в сравнении с ним. Итак, Гаррисон только стал президентом и тут же умер. Умер в результате того, что простудился на инаугурационной речи. Простудился и через месяц после этого помер. Вот так вот. Это было в 1841 году, а избран он был в 1840. И вот с этого как раз момента начинается самая интересная история, о которой многие-многие говорили, я хочу о ней сейчас напомнить. Это история о так называемом проклятии того самого вождя индейского Токумсе, который как раз гласит, в котором, кстати, были отмечены в этом проклятии все президенты Соединенных Штатов, которые должны быть избраны в год, который заканчивается на ноль. То есть через 20 лет. У них там избрание происходит раз в 4 года, год, заканчивающийся нулем через 20 лет, то есть через целое поколение. Так вот, интересно, что именно Гаррисон, победивший Токумсе в сражении и стал первым в этом самом списке проклятых так называемых президентов. Он умер на своем посту. Так вот, все по проклятию Токумсе президенты, избранные на ноль, они либо должны погибнуть, либо умереть на посту после этого избрания. Первым был Гаррисон. И дальше этот список пополнили еще шесть президентов. Шесть президентов. И Линкольн после этого через 20 лет, и Гарфилд тоже был убит на посту сразу же после избрания. Макинли тоже был убит. Орен Хардинг или Гардинг умер на посту. Рузвельт, который был избран в одном из избраний, кстати говоря, предпоследнем только. В 40-м году тоже умер на посту странной смертью. Ну и Джон Кеннеди, который был убит, тоже на посту избранный в 60-м году. А после этого семь президентов видите, умерли. А после этого вот это вот самое проклятие начало на 8-м президенте. А им был Рональд Рейган. Оно начало куда-то сворачиваться. Рональд Рейган, хотя и был жертвой покушения, однако выжил. Дальше Джорд Буш, избранный младший, который был избран в 2000-м году. На него было совершенно неудачное покушение. Граната разорвалась, но он тоже выжил. Нынешний президент Джо Байден, который тоже является одним из проклятых президентов. Пока живой, но там посмотрим. Самое интересное еще вот что, что очень многие из этих президентов, которые были прокляты, родились под знаками Скорпиона и Водолея. Пять Водолеев, представляете? Пять. И два Скорпиона. Гарфилд и Гарден Скорпионы. Кстати говоря, Скорпионом также был и является нынешний президент Джо Байден. Так-то посмотрим. Ну, вот этот человек, на котором мне хотелось обратить внимание. Посмотрим его гороскоп. Время рождения не точно известно, но то, что он как раз Водолей с русским полем это видно. То, что у него очень много планет в верхней кульминации указывает на стремление возвыситься, что, в общем-то, у него и было. Ну, и восходящий Уран, конечно. То есть, неожиданные зигзаги его судьбы и неожиданные какие-то проявления чертова личности. Ну, и при этом, при всем, он был, видимо, человеком мелочным, дисциплинированным и четким. Это было видно по его знаку Демы, очень сильно выраженному в его гороскопе. Там и Луна, и Сатурн. К сожалению, к большому здесь не видно такого сильного, такого знакомого военачальника, потому что Марс у него при этом находится в знаке Рака. Что редко бывает у людей, которые добиваются больших постов в военной карьере. Ну, это, наверное, как-то чем-то можно объяснить. Может быть, не точностью времени рождения, может, еще каким-то признаком. Но мне вот этого человека мне хотелось сегодня вам описать и рассказать. В основном, в связи с этим проклятием. Ну, и последнее, на что хотелось обратить внимание, это на одну ювелирную дату, печальную, конечно, для всего человечества, дату, даже, как бы сказал, зловещую дату, это образование Третьего Райха. 30 января 33-го года он был образован в то время, когда Гитлер получил пост райс-канцлера. 30 как раз января был. Ну, и просуществовал он как раз 12 лет. Это Третий Райс. С ним была связана Вторая мировая война. Страшные, конечно, многомиллионные жертвы, торжество нацизма и фашизма в Европе и по всему миру. Временное, конечно. Жуткое поражение, которое Германия вместе с другими странами, ее сателлитами понесла в 45-м году. В общем, много чего, много страшных историй, которых все, конечно, знают. И единственное, что мне хотелось обратить внимание, об этом многие говорили, это и некоторые обстоятельства, связанные с этим самым Третьим Райхом. Кое, о чем мне удалось с вами поговорить на одном из предыдущих стримов, вы можете это посмотреть. А я бы хотел отметить вот что. Что по виновственной шествии нацизма и Гитлера, в частности, и вообще Третьего Райха произошло в тот самый день 30 января 33-го года, когда отмечал свой день рождения только что избранный в Соединенных Штатах президент Фрэнкли Делану Рузвельт. И вот интересно, что Третий Райх был образован в день его рождения и в день прихода к власти и был разрушен сразу же после того, как Рузвельт умер в 45-м году. Он просветовал ровно 12 лет. 12 лет – это еще цикл Юпитера. То есть за эти 12 лет, когда Третий Райх просуществовал, Юпитер вернулся на свое место. Много можно говорить об этом самом государстве, но надо сказать вот что еще. Если посмотреть его гороскоп, сам по себе его гороскоп, давайте посмотрим. Около полудня в Берлине Гитлер получил свою собственную власть Рейхсканцлер. После этого все и началось. Победное шествие нацизма. Так вот, там интересно было соединение Солнца, Меркурия и Сатурна. Почти что в верхней кульминации. Интересно, что Сатурн в верхней кульминации всегда предупреждает об опасности падения. Жесткая система, которая может пасть под тяжестью собственных каких-то вот проблем. Солнце показывает лидера. То есть, все это, в общем-то, решается лидером, который не выдерживает серьезнейшей ответственности, может делать страшные ошибки и в результате это сулит гибель и ему, и той стране, которую он возглавляет. Так оно, в общем-то, и было. Кроме всего прочего, можно здесь увидеть еще и влияние одной из самых зловещих звезд неба Ауголь, а это так называемый глаз медузы Горгоны, дьявольская звезда, которая находится на восходе этого гороскопа. Много там чего интересного можно увидеть. А на разрушении этого Третьего Райха можно увидеть и так называемую Белую Луну в знаке Водолея, которая прошла верхнюю кульминацию. Белая Луна это ангел-хранитель, это светлое начало. И если такое государство уничтожается при позитивном действии ангела-хранителя, показателя ангела-хранителя, значит, это зловещее государство, значит, это государство связанное с какими-то темными силами, что, в общем-то, наверное, почти что бесспорно. Также наблюдался и Большой Крест, и много чего другого. И я уже рассказывал о том, что в конце истории этого Райха, когда Рузвельт особенно умер 12 апреля, то министр пропаганды Геббельс принес Гитлеру гороскоп, в котором было написано об как раз каком-то чудесном переломе в ходе войны, заранее предсказанной, кстати, еще в начале 30-х годов, который будет вести Германия на нескольких фронтах. Чудесного перелома не произошло, а вот смерть Рузвельта, то есть знаковой персоны, которая угрожает Германии, там, в общем-то, в туманных выражениях была описана. Из этого важни Третьего Райха сделали вывод, что, наверное, это свидетельствует о переломе в пользу Германии в ходе всей этой войны, но такому не суждено было случиться. Вот это мне хотелось также рассказать. И еще последнее о том, что в гороскопе этого Третьего Райха есть несколько показателей, которые свидетельствуют о его, к сожалению, живучести, живучести не самого этого Третьего Райха, а той идеологии, которую он нес. И вот как раз начиная с 2013-14 года было опасение, у меня очень давно было опасение, о том, что идеология Третьего Райха может возродиться. К сожалению, мы сейчас последнее время в некоторых странах видим большую опасность возрождения этой идеологии. А пик вот этой опасности может быть на границе 2025-2026 года, а также он еще повторится в 2033-35 году. Дай бог, чтобы вот самых критических событий все-таки не произошло. Люди, будьте бдительны, берегите мир, говорил в своем репортаже с петлей на шее, по-моему, Юлиус Фучик, один из чешских журналистов, который был уничтожен во время как раз оккупации Чехословакии в конце 30-го, начале 40-х годов. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы все-таки этим лжи, обману не будем поддаваться. У нас тут действительно великие дела и мы этого реально достойны. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok